Значит, управление идёт всегда по любым проблемам, в одной и той же алгоритмике. Есть некая истина, которую знают только посвящённые. И есть некая ложь. Для того, чтобы народ или толпа не вышла на эту, как бы, дилемму, это или это, вот эта ложь разбивается всегда на две лжи. Ложь номер один и ложь номер два. И, соответственно, вот сюда помещается народ. Я вынужден хоть немного повториться, я на предыдущих лекциях в вашем управлении давал эту информацию, она на кассетах есть, у вас есть две кассеты с моими выступлениями, но вынужден повториться для целостности изложения. Так вот, народ вот здесь. А, значит, посвящённая элита, 3000 лет назад узурпировавшая систему управления, она находится вот здесь. Всё, что я говорю, не имеет ровным счётом никакого отношения к теории мировых заговоров, там, так сказать, каких-то там мировых правительств. Вот это всё придумано тоже, чтобы те люди, которые начинают понимать нечто, чтобы их вплести в другую обманку, в другую ложь, но не для того, чтобы дать истину. Мы говорим, управление осуществляется не с помощью мировых правительств, заговоров, а на уровне бесструктурного управления. То есть помимо структурного управления есть ещё бесструктурное управление. Так вот, надгосударственное управление по системе концептуальной власти работает как бесструктурное, имеет вот эти шесть управленческих приоритетов. Есть какая-то истина, но есть ложь. И эта ложь для нас всегда разбивается на две лжи, и нас с вами качаешь. Ну, собственно, если вы хотите богато жить, то вы определитесь, или социализм, или капитализм. И нас будут с вами качать вот между этими двумя понятиями. Я утверждаю, что ни то, ни другое понятие к благоденствию народа не имеет никакого отношения. Можно прекрасно жить при частной собственности, можно прекрасно жить при общественной собственности. И тому примеры, скажем, Швейцария с частной собственностью, Индии с частной собственностью. Частная собственность одинаковая, но 300 миллионов животных вместо людей. Вот, поэтому не в этом счастье. Счастье в другом. В том, кто печатает деньги, под какой процент они выдаются, кто владеет рентой на природные ресурсы, кто обеспечивает устойчивость тарифов, а кто их раскачивает. Если в той или иной стране мира тарифы начинают прыгать, то это дезорганизует все народное хозяйство. Единственный инструмент развала нашего народного хозяйства – это изменение тарифов. Как только вы тарифы приподняли, так пошло по цепочке, как бы, так сказать, цены на все меняются. И поехали. И тот же Чубайс после этого покупает алюминиевые провода уже в два раза дороже. Какой смысл раскачивать лодку-то? Тарифы должны быть жестко фиксированы. В Соединенных Штатах есть закон, который запрещает вообще пересмотр тарифов. Это только с разрешения Конгресса делается. Поэтому есть некие базовые, такие 3-4 момента, которые я вам назвал, о которых умалчивают. А потом вам будут говорить план или рынок. Вот вы определитесь. Или план, или рынок. Это раскачивание маятника непонимания человечества от одной до другой. Почему? Потому что план – это структурные методы управления. А рынок – это бесструктурные методы управления. Они никогда не противостоят друг другу. Они могут давать эффект, только взаимодополняя друг друга. Нас с вами всегда будут дурить, чтобы у нас было плохо, потому что у нас был план, а теперь у нас плохо, потому что у нас рынок. И целые глобальные школы экономистов, плановиков и рыночников будут действовать. Но по экономике вы здесь сами дальше. Вот эти альтернативы дальше. Железный занавес, открытость – это тоже не то, не то. А теперь я вам в мировоззренческом плане еще один пример приведу, как вот эта схема работает. Истина, о которой я вам скажу, обозначу эту проблематику, потому что если вы не поймете проблему Бога, то тогда вы ничего не поймете. И в жизни у вас очень многое не сложится. Значит, я буду говорить об этой проблеме как физик, именно вот с таким. Потому что 15 лет назад, когда со мной начали работать вот системы свято-русского жречества, первый вопрос, который мне был задан – как вы относитесь к Богу? Ничего, кроме внутренней улыбки, у меня этот вопрос не вызвал. Так вот на сегодня я вам скажу, что я человек глубоко и искренне верящий Богу. Но я к ним, когда близко не подойду ни к одной церкви, потому что апофеоз безбожий – это церкви. Для чего подпридуманы церкви? Для того, чтобы люди не вышли на понимание системы мироздания, на понимание Бога. Я утверждаю, что истина состоит в том, что есть Бог как надмирная реальность, единый для всех живущих на Земле. Вселенная устроена так. Есть минеральная жизнь, растительная, животная, человек. Но человек – это не венец мироздания в этой интеллектуальной лестнице. Над нами есть нечто, но это нечто нами непознаваемо. А как непознаваемо с уровня растения – животный мир. Так вот это нечто, единое для всех живущих на Земле, в этом и состоит истина. Ложь состоит в том, что нет Бога единого для всех живущих на Земле. Эта ложь разбивается на две лжи. Первая ложь, можете это пометить для себя, это очень важно, это материалистический атеизм. Первая ложь. Что это такое? Нет ни Бога, ни посланников Божьих. Вот мир, он чисто материален. Поел, поспал, так сказать, и всё, на этом жизнь закончилась. Нет души человеческой. Мы утверждаем, что это ложь и обман, целенаправленно внедрённый в наше общество вместе с марксизмом, с 17-го года начиная. Весь марксизм – это разработка против нашей государственности. Отдельная моя радиопрограмма посвящена целевым образом марксизму. Значит, ложь номер два – это идеалистический атеизм. Идеалистический атеизм. Идеалистический атеизм – это атеизм всех, без исключения церковных иерархий. Для чего существуют церкви? Как только человек интуитивно, неосмысленно начинает искать вот эту связь, которая нам вообще дано каждому от рождения, выйти на вот эту связь с высшим разумом, но блокирует с помощью алкоголя. Я не буду говорить о методиках, но схема блокирования вот этой связи, она идёт через алкоголь. Если вы потребили алкоголь, то первые признаки вот этого ощущения контактов с высшим разумом у вас появятся не ранее, чем через три года. На три года у вас блокируется возможность тонких структур головного мозга получать информацию извне с помощью торсионных полей. На сегодня это чисто физическое понятие, вы знаете, торсионное поле. Есть магнитное поле, есть гравитационное, есть ядерные поля. Но в 90-х годах физики поняли, что есть, оказывается, ещё торсионное поле или поле сознания Вселенной. Выключатель выключили, лампочка не светится. Включили, что-то из неё потекло. Стоишь, не думаешь, голова не светится. Начал думать, голова начала светиться. В каком излучении? В торсионном излучении. Все наши мысли столь же материальные, ну не столь же, а в других полях, но как великромагнитные волны, скажем, световые. Просто это идёт в другие полевые характеристики. Так вот, наши мысли могут взаимодействовать с этой глобальной Вселенской информационной матрицей. Чтобы мы на это дело не вышли, нам говорят, а, к Богу хочешь? Ко мне иди, бабки давай, я тебе всё организую. Церковь – это брокеры, которые на идее Бога делают деньги. Любых вероисповеданий. А для чего это? А это разделяя и властвуй. Одним подсунули вместо Бога истинного, единого для всех живущих на Земле, куклу Христа в качестве Бога, другим куклу Аллаха. Аллах, вы знаете, в переводе на русский язык – Бог вообще-то, но чтобы люди не поняли, что Бог един, да, в переводе оставлено в Коране слово «Аллах». Но «Аллах» – это арабское слово. Это всё равно, что в нашем слове оставится слово «тейбл», когда в русском языке есть аналог слово «стоп». А вот слово «Аллах» почему-то не переводится, оно переводилось только в первых переводах. А про это Пушкин сказал, что переводчики – это подставные лошади просвещения, через переводчиков скрываются глобальные истины. Так вот, лошадь иористического атеизма, она и висит сейчас на человечестве. И что нам предстоит России в ближайшее время, и к чему сводится новый курс политического руководства – к разоблачению постепенному как материалистического, так и идеалистического атеизма. И Россия пойдёт путём к богодержавию. По богословию у нас есть четыре работы. Одна из них называется «Вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому, Ладожскому и Анну и Иерархам Русской Православной Церкви». Вторая работа – к богодержавию. Третья работа – диалектика и атеизм – две сути несовместны. Мы показываем, что диалектичность жизни невозможна, если человек не осмыслил алгоритмику взаимодействия с высшим разумом. Но слова разные можно применять, важно понимать само явление. Вот, собственно, вот эта картинка, она и должна формировать понимание глобальное. Тема бога – это третий управленческий приоритет. Если для народа заблокировано это понимание, то сложно говорить о реальном управлении.